Сарга 22. История о Пхушунде. Другие события из долгой жизни Пхушунды. Пхушунда продолжил. Я помню появление в этом мире таких мудрецов, как ты, Обхагава, а также подобных Пхарадваджа, Пуласти, Атри, Наради, Индри, Маричи, Пулахи, Удалаки и прочим, а также Крату, Бхригу и Ангирасу, Санат Кумари, Бхринкише, Сканди и другим. Я помню рождение многочисленных Каури, Сарасвати, Лакшми, Гайатри и других подобных богинь. Появление Гор Меру, Мандара, Кайласа, Гималайи, Дардура и прочих. Я помню могучих демонов, подобных Хаягриви, Хираньякша, Каланеми и других, а также подобных Хираньяка Ашипу, Кратхе, Бали, Прохладе и другим. Я помню царей, таких как Шиби, Янку, Притху, Вайнья, Напхага, Нала, Мандхатри, Сагара, Дилипа, Нахуша и других. А также мудрых, подобных Атреи, Вияси, Валмики, Шуки, Ватсияяня и прочим. О Паманье, Мане, Манке, Бхакиратхе, Шуке и прочим. Я помню творения недавних времен и давно ушедших, а также творения этого времени. Они слишком многочисленны, чтобы помнить их все. О мудрый, это твое восьмое рождение, как сына Прахма, которые я помню. И это восьмое творение, в котором ты пришел ко мне с визитом. Однажды ты был рожден воздухом, однажды из вод, однажды ветрами, в другой раз камнем, и однажды из огня. Я помню три творения, напоминающие и это, сходные с ним в разных событиях, повсюду во всех областях. Я помню десять творений, сходных по длительности и событиям, в которых поведение всех существ было сходным и в которых небожители и земные обитатели пребывали в мире. В пяти творениях о Муне земля тонула, и пять раз ее спасала из вода океана божественная черепаха Курма, воплощение Вишну. Я помню двенадцать творений, в которых богами и демонами корой Мандара сбивался молочный океан, чтобы добыть нектар бессмертия. В трех творениях демон Хираньякша властвовал над богами и забирал землю со всеми ее лекарственными травами к себе в преисподнюю. В шести творениях Вишну, родившись сыном Ринукки, Парашурамой, уничтожал касту воинственных шатриев на многие эпохи. О лучшей из мудрых, я помню, сотню калиюк и сотню воплощений Вишну, как Будды, рождающегося у царя белокожих шаков. Я помню, как Шива с месяцем в волосах тридцать раз уничтожал Трипуру, дважды разрушал жертвоприношение Дакши и десять раз одерживал победу над Индрой. Я помню, как Вишну и Шива восемь раз участвовали в битве для Бану, используя ужасные мантры Прамата, разрушающую воинов-богов. Я помню, как в разные эпохи веды содержали различные ритуальные предписания для людей с различными умственными способностями. О мудрый! В каждую эпоху появлялись Пураны и другие писания, указывающими на одну цель, о безгрешный. Я помню множество разных и Техас, рассказывающих об исторических событиях, составляемых знатоками вед и других писаний, в каждой эпохе снова и снова. Я помню другое удивительное, мудрое писание, содержащее истину и называемое Рамаяной, состоящее из сотни тысяч троуф. Рама в нем представлен как пример поведения, которому надо следовать, и Равана, которому следовать не надо. Таким образом, мудрость объяснена так же ясно, как очевиден плод в открытой ладони. И есть другое творение Валмики, которое он скоро создаст. Оно появится в мире и со временем ты о нем узнаешь. Это писание создавалось и собывалось уже двенадцать раз и писалось человеком по имени Валмики или другими. Другое писание, сходное с ним по важности, называется Махабхаратой. Я помню его, сложенное прошлым мудрецом Вьясой, но оно забыто в мире. Составленное Вьясой или кем-то другим, оно было создано и забыто уже семь раз, о лучшей из мудрых. Я помню самые разные истории, рассказы и писания из прошлых эпох. О Садху я видел и помню множество разных проявлений, которые тоже были разными в разные эпохи. Вишну родиться теперь в одиннадцатый раз, чтобы уничтожить демонов. И в этот раз он станет тем, кого называют Рамой. Чтобы разорвать демона, Хираньяка Шипу, как лев, разрывает слона. Вишну в третий раз принимает форму Нарасимхи, человека-льва, чтобы помочь миру. Вишну родиться скоро, шестнадцатый раз, как Кришна, в доме Васудевы, о лучший из мудрых. Но это только иллюзия мира, которого на самом деле нет. Видимое непостоянно, как пузырьки пены на воде. Это непостоянное соблуждение видимого пребывает в чистом сознании, появляясь и пропадая в один миг, как игривая волна на поверхности океана. Я помню, что в одни времена все три мира были во всем схожи, в другие во многом различны, в третьи схожи только частично. Я помню, что в разные времена существа в мире ведут себя и действуют иногда сходным, иногда различным образом. О, Брахман, в каждой эпохе Ману мировой порядок меняется, меняются основы и великие люди уходят. В разные времена у меня разные друзья и родственники, новые слуги и места обитания. Иногда я живу в одиночестве на склоне коры Виндхе, иногда в корах Сахья, иногда на горе Дардура, иногда я живу в Кималаях, иногда в Малаях, иногда по старой традиции, как и сейчас, я живу на горе Меру. Тогда на этом манговом дереве и на этой ветви я делаю себе кнездо, так, о, лучшие среди мудрецов, проходят бесконечные времена и эпохи. Это дерево, рожденное давней традицией, совсем не поменялось с прошлого его разрушение, мудрый. По той же традиции это дерево выросло снова и столь же прекрасно, как когда отец еще жил здесь. Теперь, как и раньше, тут находится моя обитель. Раньше здесь не было ни севера, ни небес, ни горы. Раньше на этой огромной горе север и стороны света были другими. Я единственный, кто пережил ночь Брахмы, сохранив тело. Когда моя медитация в чистом сознании прекратилась, я увидел творение и узнал стороны света и положение коры меру и прочее по движению солнца, луны и звезд. Когда их положение изменяется, стороны света тоже становятся другим. Но я знаю, что мир нереален и не нереален. Все это только заблуждение разума. Все это только вибрации чистого сознания, проявление его удивительной силы Майи. Из-за нее сын может стать отцом, а друг превратиться во врага. Я помню, как мужчины сотнями начинали вести себя как женщины. А в Кали-югу люди ведут себя как во времена расцвета. И в Трета-югу и Два-пара-югу, не зная смысла вет, люди могут вести себя в соответствии со своими желаниями и понятиями. Я помню такие события, о лучшей из мудрых. Такие времена поведения существ в творении приступают все к границе о Брамин. Без мудрых Браминов, богов, демонов или людей земля оставалась в пустоте в течение тысячи циклов эпох, как я помню. Я также помню творение, где не было материальных форм, а мир был полон, существ, подобных воздуху, созданных понятиями разума. Я помню многие дни создателя Брахма с разнообразными удивительными местами и странами, разнообразными телами, обитающих там существ, разные обычаи, одежды и украшения. Такова Сарка 22-я история о Пхушунде. Другие события из долгой жизни Пхушунды. Первой части книги 6-ой об освобождении Маха Рамаян Шри Васиштхи, ведущие к освобождению записанной Валмики. Продолжение следует...